Просто пускай теперь придет человек и скажет, почему Славина модель работает. Для меня лично все файлы срослись, я себе примерно так и представляла. Я могу сказать только одно, класс. Да, работа отличная вообще, благодарю. Мои мысли с кокуны. Да, они с кокуны на самом деле, их за ночь пробежало довольно много и поэтому я начну. Я принципиально Славина ролики ни одного не смотрю. Я делаю это специально для того, чтобы не засирать мозги. Но я черпаю информацию от того, что он говорит, я черпаю информацию от Тимовского. И черпаю информацию от Беляева. Беляевскую информацию я сразу отсекаю, я уже сказал, потому что он не представляет. Он не может на листочке нарисовать элементарно. У Юры Тимовского свои взгляды на этот вопрос и они, скажем так, довольно-таки весомые. Он по полочкам все раскладывает и все у него получается. У Славы Котлерова он уже озвучил истинное положение вещей, как он любит это говорить. И это, наверное, все-таки действительно так. Потому что разумное зерно, оно настолько сильное, я говорю, это просто невозможно на любой вопрос найти ответ. Я не буду вас томить, Артур, предпоследней конференцию Вячеслава, где можно найти, там я ранее представляю 3D-модель. И сегодня она более расширена будет. Чуть-чуть, не на массу. Смотрю внимательно. Смотри. Значит, мы выяснили, и Слава подсказал очень хорошо, потому что мне трудно высчитывать вот эти вот площади, вот это вот все. Мы выяснили, что от этого края до этого края 116 тысяч километров. Ну, хорошо, пускай будет так. Создателю сего устройства, ну, скажем так, для него невозможного нет. И тут есть один такой, ну, в общем, сделаем вот так. Я переворачиваю всю вот эту вот соту. Это одна сота, вот эта вот маленькая часть. Здесь должно быть еще и еще одна вот такая штучка. Такая вот земля, скажем так, наша. Я моделирую по тому, как мне описал Вячеслав. Что он мне сказал, то я и сделал, собственно. И потихоньку я представлю. Значит, вот так вот это дело. Вот это вот часть... Сейчас я тут быстренько... Вот это вот вода уберу, лед и снег уберу. Видно, да? Видно. Вот это вот та верхушка, на которой мы тусим и ищем истину. Вот она она. Луна, вот она, она никуда не вращается. Она встала, как черт, на месте и стоит. Так, где тут у нас Солнце? Солнце где? Сейчас, секунду, мне его надо найти. А, это у нас... Вот эта вот штучка, вот эта вот двигается, это Солнце. Оно без сферы. Оно не нужно нам, сфера. Оно вот так вот ходит. Вот. И пускай себе ходит. Солнце. Вот если смотреть, вот сюда вот прошу обратить внимание, левый нижний... Прощение, правый нижний угол, тут написано удаленный. Это тот свет, который возможен для того, чтобы распределить свет именно вот так. Я сейчас зарендерю. Подождите чуть-чуть. Это удаленный свет. Это единственный тип света, который возможен, чтобы вот так вот ровно распределить. И он будет так двигаться. Значит, Солнце может двигаться в эту сторону. Сейчас вот так вот, чуть-чуть вот так вот поверну, да. И может быть направлено, скажем так, вот так вот. То есть оно вот сюда продвинется, да. И еще у меня просто 20... Вернее, 10 тысяч секунд. Два с половиной часа. Это максимум, что могу в программе вытащить. Оно будет вот так вот проходить. Вот здесь вот. И свет будет поворачиваться вместе за Солнцем. В принципе, здесь все понятно. Для любителей куполов, различных там куполов, мы сооружаем другую тему. А, кстати, вот лед. Грубо говоря, лед. Вот кому там вода нужна. Есть тут объект, фигура. Вот здесь вот. И если я сейчас сделаю масштабирование к выделенным элементам... Ну, это луна. Я, кстати, луну и не старался делать особо такую. Я вот сделал ее размер 1500. А с расстоянием я даже не заморачивался. Потому что я уже проговаривал про расстояние луны. Это ладно. С луной тут вопрос другой. Теперь объект, фигура. Я не знаю, где он. Сейчас попробую его вот так вот масштабировать. Очень сложно на таких больших расстояниях. Масштабировать объекты столь маленькие. Потому что объект, фигура. Объект, фигура. В общем, у него размер 170 сантиметров всего. Это я вам кокпит дать говорю. Вот он, второй объект, фигура. Он где-то у нас тут на льду стоит. Это бешеные огромные расстояния. То есть его просто так вот куда-то там вот так вот просто взять вот так вот. Ты его вот так вот не переместишь уже никуда. То есть если я буду делать масштабирование, картинка по всей вероятности останется на месте. Мы вот сейчас вот с вами попробуем это сделать. Ай, отставить. Ну ладно, не суть важна. Потом отдельно это все проработаем. Итак, для любителей куполов. Значит, купол. Здесь я создал отдельно подложку для купола. Потому что у меня есть некая своя. Уже сегодня появилась маленькая. И сам купол. Секундочку, ребят. Не все так просто. Вот мы видим. Мы уже поняли, какого размера Земля, на которой мы живем. А теперь попробуем представить вот этот купол. Творцу, инопланетянину, кто бы он там ни был. Ничто не мешает на этот купол натянуть звезды и вращать этот купол вместе с чем-нибудь. С Солнцем или с чем-нибудь. Касаемо вращения Земли, или как ее там обозвать, я не знаю, не силен терминологией. Я создал подложечку. Вот Слава обмолвился в прошлый раз, что вот внизу здесь что-то вот такое вот может быть. Желток типа такого. Может быть там желток. А может быть там какая-нибудь подложка, которая сама по себе вращается. Ну, не сама по себе, а запущена, скажем так, другими третьими лицами. Создает какие-нибудь магнитные вот эти вот поля. А Солнце вращается, допустим, в другую сторону. Я не претендую ни на истину, ни на чё. Но просто вот когда... А, кстати, мы вчера разбирали соприкосновение орбит. Люди видят два Солнца, три Солнца, Ярила, две Луны, три Луны. С этого пресловутого купола падают звезды на Землю бренную. Юра Тимовский находит факты, подтверждающие то, что никаких полетов в космос не... И Слава, которая озвучивает сумасшедшие... У меня все... Сейчас, секунду, ребята. Настройки программы. Так, единицы измерения все в километрах. То есть размеры все реальные. Допустим, объект-сфера. У неё размер 42 748 километров. 42 748 километров. И высота её по Y, зелёная, высота 21 374 километра. А они к ядру планеты не могут там что-то прорубить. Так, вопросы можно? Ради бога. Так, где сейчас, как бы, на этой проекции, значит, Южный полюс и Северный полюс? Ну, вот это вот Антарктический круг... А, ну сейчас я вот поубираю вот эти вот ненужные нам вещи. Так, вот эта штука, это картинка сотовой Земли. Сейчас вот давайте сделаю, наверное... Сейчас я источник света ещё один натяну. Вот так вот. Надеюсь, будет понятно. Антарктический круг, водичка. И то, что растаяло, оттаяло, подтаяло. Даже по приблизительным размерам всё срастается. По любым размерам. Так, а другие планеты, которые мы знаем? То есть, Нептун, Марс, Юпитер... Это сейчас они где? Если они существуют, то это корабли более высшего космического порядка, превышающие луну арк межсотовый. Эти гигантские объекты могут перемещаться меж верхним и нижним мирами. Миллиардные расстояния преодолевать. Точно так же, как с миров Сварги в своё время сюда, в нижние миры земного типа, прилетели наши первопредки. Капитан космического корабля Сварог со своей женой Ладой. Причём, я много раз говорил, и очень люблю это подчёркивать, что впервые я это узнал в пять лет. Но я уже рассказывал, каким образом. Воспитательница в детском саду нам читала эту сказку. Ну, так как я, видно, запоминаю всё и вся с самого рождения, я могу сопоставлять. То есть, в сказке про Бога, который прилетел сюда, описывалось именно ведические знания, как они заселяли эти уровни. Помимо того, что они могут являться гигантскими космическими кораблями, те объекты, которые мы, возможно, видим телескоп, это ещё могут быть существа, как бы сказать, биологического типа. Допустим, я уже говорил, муравей удивится, если увидит кита. Ну, или не удивится. Есть муравей, есть кит. Несопоставимые размеры для этих двух существ. Да? Точно так же и есть существа, для которых мы, муравей, являемся муравеями. А есть существа, которые по отношению к нам, как киты. То есть, ну, просто дико огромные. Невероятно огромных размеров. Причём, кстати, у меня есть хорошие ролики, где-то были, где вот эти планеты, если рассматривать и звёзды, они шестигранные, в замедленной съёмке. Если вы их будете смотреть, вы увидите, что они имеют все шестигранную форму. Пока передам слово. Так, просвет, распространение света. А почему, то есть, если ты рендер сейчас включишь, то есть вот и оставишь картинку, чтобы я мог вот как бы спросить и видеть точно, где находится... Значит, по свету объясняю так. Значит, их есть несколько типов источников. Есть точечный свет, конусный свет, удалённый, поверхностный, пирамидальный, параллельный, цилиндрический, призменный. Есть ещё один источник, он называется ИЭС. Это тот источник, который моделируется людьми, которые моделируют свет в помещениях, архитектурное освещение и прочие моменты. Ну, наш искусственный в смысле. Хорошо. Именно почему сейчас вот свет, который светит слева направо, где находится солнце, почему он дальше не распространяется туда? То есть там сейчас на той половине этой вот земли там ночь. Угу. Я попытаюсь объяснить. И начну с точечного освещения. Точечное освещение что собой представляет? Это вот точка, от которой фотоны света распространяются во все стороны. Если мы включим рендер, то мы ясно видим, что он такой загнутый. Ну, это как будто фонарик светит. Ну, да. И даже мы видим затмение солнца сейчас. Ну, это да, это я вот приделал эту штуку. Значит, конусный свет. С этим светом всё понятно. Он светит направленный луч там, грубо говоря, да? Как фонарик. Поверхностный свет. Это отсвечивают поверхности. Подсвечивают это, ну, скажем так, архитектурный, грубо говоря. Рендер. Опять фонарик. Что у нас там ещё? Пирамидальный. Квадратик непонятный какой-то. Параллельный. Опять со светом. Кстати, вот опять надо его тоже во внимание брать. Мне как-то отдельно с ним работать. Цилиндрический. То есть отсюда цилиндр выходит такой. И светит он круглый. Тоже архитектурная тема. Здесь срыва ноль. Источник света остаётся на месте. Мы ничего не видим. Так. Призменный. Свет, через который должно всё проходить. И удалённый. Я сейчас запущу ещё одну сцену. Просто показать. Главное, чтобы ничего не глюкнуло. Так. Мы создадим плей. Поверхность. Просто плоскость. Стоп. Подставить. Ребята, прошу прощения. Так. Отставить. Сейчас мы сделаем. Не так. Как это у нас будет. Так. Земля, земля, земля. И земля. Вот ушла земля. Сейчас вот так вот сделаем. Мы создаём. Небо. Я такими сценами уже не пользуюсь. Так. Объекты. Небо. Создать. Небо. Здесь. Так. Секунду. Небо. Так. Сейчас объект поместим. Какой он. Так. Небо. 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 Не столь. света солнце так вот источник света солнце я небо уберу она нам сейчас не надо источник света солнце даже программа он удаленный помещая объект ездят так сейчас мы будем отстраивать настраивать но это вот так потому что секунду время значит осталось по повреждению честно вот а кто то прошу прощения в общем так сейчас широта долгота расстояние время это единственный источник света который позволяет то есть небо я просто подвел время здесь расстояние в данном случае нам рояля вообще никакого не играет так смасштабироваться я к нему не смогу к сожалению сейчас вот кубу промасштабируюсь и ну кубу расстояние в километрах сложно вот она солнце светит вот это вот в этом теге небо в теге солнце единственный подвел только время то есть как она перемещается по ихним же законам единственный источник света который позволяет на такой проекции получать такой свет так но только у нас наоборот мы крутимся вокруг свои оси и мы крутимся вокруг солнца по солнечной орбите ходим поэтому у нас происходит зима лето осень весна и у нас есть сутки то есть у нас есть ночь и у нас есть день а а может быть и по-другому мы крутимся вокруг своей оси солнце крутится вокруг нас против нашей оси какая-нибудь подложка крутится там или оставшиеся желток от этой части крутится чтобы создавать какие-то поля магнитные там феромагнитные прочие моменты вот слишком много косвенных доказательств грубо говоря чтобы их так просто взять и отбрасывая смотрите и от официальная наука работает и неофициальная наука работает как быть ну проще то конечно официальное принятие понимает северный полюс допустим там в центре ну а я южный полюс антарктический круг да он вот так антарктический кругом вокруг ну да так на азимутальных жакатах так я ничего не придумываю эта картинка это вот она эта картинка сейчас секунду вот здесь можно увидеть вот она эта картиночка я ничего не придумываю эта картинка взятая с интернета как плоская там земля или как она там называется азимутальная карта так может быть это все остальные планеты это лампочки которые падают лампочки почему падают вопрос откуда они такие вот эти штуки берутся но это самое если в разрезе посмотреть наши космические корабли там есть такие шары и табаке ну там всякие объекты внутри корабля допустим ракету межкондентальную запустили от нее бак упал вот и упал где-то там если это ли если это воздух сжиженный газ кислород для космической станции вот этой космическая станция 100 метров там порядка 7-8 человек находится постоянно дышу так точно какают писают но я уверен происхождение этих лапочки много я озвучу пока одно это цепелины летают они выполняют функцию и спутников и когда цепелин сгорает мы как раз то видим падающую звезду то есть это для цепилина какое-то техногенное дополнение но по-простому дирижабли просто пускай теперь придет человека скажет почему славина модель работа нет лично все файлы срослись я себе примерно так и представляла я могу сказать только одно класс до работа отличная вообще благодарю но типа я чтоб максимально вы выразить именно то что у меня в душе происходит это шок перемешаны с восторгом то есть я все время шел к этой модели потому что пользоваться такими программами я не умею но я именно увидел то что я желал создать класс